Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал. И я рада приветствовать вас в новом видео. Начинаем мы сегодняшнее видео с утра, с приготовления завтрака. Я уже подготовила ингредиенты для первого блюда и хочу с вами поделиться очень классным рецептом. Как раз сейчас этот рецепт отлично подойдет на летнее время года. Тем более сейчас самая активная пора идет кабачков. Кабачки у нас уже свои, из теплицы и уже на улице тоже растут кабачки. Скорее всего кабачок, который растет в теплице, буду удалять, но об этом я уже расскажу потом. Значит сейчас буду готовить очень вкусный пирог. Называется он невидимый пирог из кабачков. Потому что действительно, а потом, когда пирог приготовится, вообще непонятно то, что в этом рецепте присутствуют кабачки. Но забегая вперед, скажу, что рецепт обалденный, обязательно его попробуйте и приготовьте. Из ингредиентов нам понадобится масло сливочное 30 грамм, молоко примерно 150-200 грамм, яйца 3 штуки, мука 150 грамм, разрыхлитель 5 грамм, кабачки, у меня 2 маленьких кабачка, вес был 800 грамм, сыр твердый, около 100 грамм, чеснок 2-3 зубчика по вкусу, если не любите в выпечке чеснок в пирогах и вообще в блюде, значит не добавляйте. Петрушка отлично сюда подойдет, очень хорошо у нас сочетается и с чесноком, и с кабачками. И соль. Духовой шкаф я уже поставила разогреваться до температуры 180 градусов, пока готовлю пирог, как раз духовка уже у меня разогреется. Сливочное масло нужно растопить, я буду топить с помощью микроволновки, воспользуюсь. Также, конечно же, можно растопить на водяной бане. Далее в миске соединяем яйца, масло как раз мягкое растопленное, молоко и соль добавляем. Все тщательно перемешиваем, затем просеиваем муку с разрыхлителем, обязательно просеивайте, не пропускайте этот шаг. На мелкой терке натираем 100 грамм сыра, чеснок очищаем и пропускаем через пресс. Петрушку также мелко рубим и все добавляем в тесто, тщательно все перемешиваем. Затем берем форму, у меня форма это разъемная, диаметр ее 26 сантиметров. Я буду использовать сегодня пергамент, вот таким вот образом вставляю и на дно, и на бока, чтобы пирог, когда будет готовиться, потом было его хорошо извлечь и он не прилип к стенкам формы для запекания. И затем уже перекладываем все наше тесто с кабачками, вот таким вот способом, аккуратненько, равномерно ложечкой все разравниваем и отправляем в духовой шкаф. Такой пирог примерно будет выпекаться минут 50-60. Ориентируйтесь на ваш духовой шкаф и, конечно же, готовность проверяем шпажкой. И когда пирог приготовится, будет сверху очень красивая золотистая румяная корочка. И пока пирог готовится, не теряю времени даром и хочу приготовить на завтрак также еще панкейки. Детки их очень любят и как раз решила сегодня еще в качестве сладкого к завтраку подать панкейки. Беру молоко 350 мл, мука 250 г, растительное масло 4 столовые ложки, сахар примерно 4-5 столовых ложек, если любите более сладкую выпечку, добавляйте побольше. 3 куриных яйца, соль и вот скажу сразу же, что это самый вкусный рецепт панкейков, который я когда-либо готовила. Получаются они очень вкусными, обязательно приготовьте. И, конечно же, рецепты оставлю внизу под видео в инфобоксе. Переходите и смотрите. Начинаю готовить тесто для панкейков. Молоко нужно подогреть до комнатной температуры. Я буду греть с помощью также микроволновки. Поставила на одну минуту и затем, пока молоко греется, отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем и к желткам потом добавляем сахар. Я добавляла примерно 4-5 столовых ложек. Затем добавляем теплое молоко и тщательно соединяем. Потом присеиваем муку. Обязательно присеивайте, не пропускайте этот шаг. И потом добавляем растительное масло и взбиваем. Затем, когда я сделала тесто с желтками, нужно тщательно помыть венчики от миксера и насухо протереть. И у нас в отдельной миске были белки, к ним добавляю щепотку соли и взбиваю сначала на мелких оборотах и постепенно увеличиваю. Примерно у меня ушло где-то 2-3 минуты и вот такие вот густые пики у меня получились. И затем белки перекладываю в другую чашу к тесту и уже аккуратно лопаткой вверх-вниз стараюсь перемешивать. За счет того, что панкейки готовятся на взбитых белках, не нужно добавлять разрыхлитель в тесто. И действительно, вот этот рецепт очень хороший, обязательно возьмите его на заметку. Получаются очень вкусные панкейки. У меня есть вот такая вот бутылочка из Икеа. Переливаю туда тесто и сковороды у меня уже разогрелись. На первые панкейки я смазала небольшим количеством растительного масла, сковороды. Уже когда буду выпекать следующие порции, конечно же смазывать не буду. Буду выпекать на сухих сковородах. На каждую сковороду наливаю немного теста. Делаю панкейки небольшими, но за счет того, что их получается на сковороде много, где-то 6-7 штучек, готовятся очень быстро. Я, наверное, приготовила и спекла минут за 20, не больше. Можно, конечно же, готовить традиционные такие крупные панкейки. Но деткам нравится, когда они вот такие вот небольшие, подходят, таскают в течение дня на перекус. Очень удобно. И когда я готовлю на двух сковородах, конечно же, процесс получается еще быстрее. Когда мы выливаем тесто на сковороду, сверху начинают панкейки пузыриться. Это означает то, что их нужно переворачивать. И потом, буквально еще несколько минуток, можно их будет перекладывать в форму, в которой будем подавать к завтраку. Такие они получаются нежно-румяные и очень-очень ароматные. И, кстати, в тесто еще и по желанию можно добавлять ванилин. Тоже будет очень вкусно. Если хотите шоколадные панкейки, то нужно будет добавить какао. Но я шоколадные сегодня решила не делать, сделала обычные, традиционные. Может быть, на следующей неделе, но завтра как раз приготовлю им шоколадные с добавлением какао. И тогда в комментариях спрашивали, ссылку на эти сковороды и нравятся или нет. Сковороды очень нравятся. Единственное, что я не прочитала в описании о товаре, то, что эти сковороды не подходят для индукционных плит. Поэтому обратите обязательно внимание на такой нюанс. Если вам они подходят, то, конечно же, могу вам рекомендовать. Потому что действительно сковородки очень классные, ничего к ним не прилипает. И отлично все на них жарится без добавления масла. Покупала их я на Озон. Если не забуду, ссылку оставлю в инфобоксе. Если забуду, то напомните, пожалуйста, в комментариях, кому нужно будет. Пожарила я последнюю порцию панкейков. И сейчас буду подавать их к завтраку. Решила порезать клубнику вот на такие вот ломтики. И панкейки сверху еще припыляю сахарной пудрой. Думала полить их сгущенкой, но в итоге решила, все-таки будет очень вкусно сочетание сахарной пудры и клубники. И тем временем как раз испекся пирог. Примерно он выпекался в моей духовке 55 минут. Проверяю готовность шпажкой. Сначала извлекать не буду, дам немножко остыть в форме. И минутах через 15 уже все извлеку. Вот такой вот вкусный завтрак получился. И, конечно же, за завтрак это мы все не съедим. Также можно эту еду будет есть на какой-то перекус. Очень получилось все вкусно. Обязательно готовьте такой вот пирог. И, конечно же, панкейки. Рецепты оставлю внизу под видео в описании. Очень много людей, особенно сейчас, оказавшись в условиях кризиса, мечтают создать капитал и жить на проценты с этого капитала. Недавно я прочитала то, что из-за сокращений без работы осталось больше миллиона человек. Если эта ситуация коснулась вас или ваших знакомых, то следующая рекомендация будет специально для вас. Чтобы не растеряться в условиях кризиса, нужно действовать здесь и сейчас. Сейчас у людей есть доступ к любой информации, но она им никак не помогает. Причин, почему людям не удается создать капитал, на самом деле много, но основные будут следующие. Это отсутствие действий. Если человек владеет нужной ему информацией, это еще не означает то, что у него будет результат. Важно еще делать, а к этому готовы далеко не все. Отсутствие системности в этом вопросе дисциплина решает. Если нет финансовых целей и понимания, у людей быстро пропадает мотивация заниматься этим системно. И присутствие жадности. Конечно, хочется получать выгоду быстро, чтобы прямо вот здесь и сейчас. Но такого не бывает, потому что капитал создается годами. И он исключительно только у тех, кто смог это осознать. А кто не смог, то до пенсии гонится за быстрой наживой и в итоге не имеет ничего. Посетите бесплатный мастер-класс, который проводит инвестор с 15-летним опытом, живущий на пассивный доход. Его задача номер один – это обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы не лезли в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. Задача вторая – это приумножить кратно ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. А из этих двух задач уже вытекают другие – как выбраться из долгов, даже если это миллионы, как обеспечить финансовую защиту и быть готовым к неприятным моментам в жизни и так далее. Все это возможно, даже если ваш семейный доход 30-40 тысяч рублей в месяц. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс, ссылка будет в описании на него под этим видео. Приехал курьер и сейчас буду распечатывать мой заказ Ларидот. Заказывала вот такие вот кашпо бетонные на деревянных ножках, захотелось освежить интерьер в кухне-гостиной. Уже пользуюсь вот этими вот высокими кашпо, наверное, года два, может быть, даже больше и захотелось чего-то новенького. Выбрала тоже в светлом цвете, в белом. И решила заказать, только выбирала разного размера. Мне кажется, так будет смотреться поинтереснее, чем два одинаковых размера. Один такой более низкий и овальный, а второй более вытянутый, высокий. И еще решила заказать плетеные сундуки. Очень давно присматривалась к ним, но не было их в наличии. И вот когда я оформляла заказ, увидела то, что появились эти сундуки, даже не раздумывая, решила сразу же их заказать. Эти сундуки из водного гиацинта. Сейчас собираю подставку. Собирается все очень просто, быстро, буквально за считанные минуты. В комплекте есть все для этого составляющие. И ставлю бетонное основание на ножки. Сундуки решила заказать. Буду организовывать в них хранение. Скорее всего, буду в них хранить детские какие-то игрушки. Думаю, что очень классно они будут смотреться в детских комнатах. Ну и конечно же, можно также использовать и в спальне, и в кухне-гостиной. Тоже будет замечательно смотреться. Такие корзины я заказывала прямоугольные. Затем квадратные у меня есть в стеллаже, который находится в ванной комнате. Кстати, часто тоже меня спрашиваете, откуда стеллаж в ванной. И корзинки из водного гиацинта тоже все заказывала на Ларедут. И те корзинки очень себя хорошо показывают. И поэтому решила выбрать такие еще сундуки. Очень мне понравились. Сейчас из вертикальных кашпо достаю цветы и переставляю вот таким вот способом в новые кашпо. Потом буду пересаживать, скорее всего, осенью. Но сейчас решила этим не заниматься. А вертикальные, конечно же, выкидывать никуда я их не буду. В вертикальные кашпо увезу на стройку. И потом они будут замечательно стоять на террасе возле двери. И в них буду сажать, скорее всего, питунью. Будет она очень красиво с шапкой расти и свисать вот по этим высоким кашпо. И решила сразу же цветочки привести в порядок, поухаживать за ними. Потому что последние дни были очень насыщенные. Все, мы в разъездах. И не было времени ухаживать активно за цветами. Убираю все листики, которые засохли. Обрезаю их. И, конечно же, нужно цветочки подкормить. У меня вода всегда из фильтра. Плюс я еще ее отстаиваю. И добавляю свое любимое японское удобрение. Очень оно мне нравится. Цветы прекрасно на него откликаются. Очень хорошо, благодаря ему, растут. Поливаю цветы. И еще решила сегодня их опрыскать. Конечно же, когда стоит такая жаркая погода, а у нас была вот жирища, и цветы, конечно же, от сухого воздуха немножко пострадали. Сейчас буду активно их опрыскивать, стараться каждый день. И опрыскиваю просто водой. Так как удобряла под корень, поэтому решила дополнительно через лист их не удобрять. А так мне очень нравится использовать в качестве удобрения через лист. Это опрыскивание. Вода плюс перекись водорода на 1 литр 2 столовые ложки. И тоже цветы отлично растут. И сейчас показываю сундуки из водного гиацинта. Очень они мне понравились. Они идут по принципу матрешки, от большего к меньшему. Но они очень вместительные. Думаю, что в них будет очень классно организовать хранение детских игрушек. Также отлично подойдут для текстиля. Допустим, убирать с кровати плед на ночь в такую вот корзинку, или декоративные подошки. Очень я ими довольна. И конечно же все ссылки оставлю внизу под видео. И всегда оставляю свой промо-код, с которым всегда скидка будет выше, чем скидка на сайте. А я сейчас продолжаю заниматься делами по дому. Пришла в прихожую. Нужно здесь навести порядок. Убираю медикаменты. Доставала аптечку. Также убираю какие-то квитанции. Принесли из почтового ящика. Разбираю различные средства для укладки. Дети брали скотч. Не положили на место. У Миюшки закончились пеленочки, которые вот здесь вот хранятся. На верхнем ящике очень удобно. Сбоку лежат. Достаю и меняю. Как раз запасные у нас лежат в туалете. В шкафу встроенном с зеркальными дверками. И когда заканчиваются здесь, беру новую пачку оттуда и сюда приношу. Потому что тут недалеко в прихожей у нее стоит лоток. Также убираю ее переноску. Достала полотенчика, на котором она в переноске ездит с нами на участок. Буду его стирать. И разбираю обувь. Такое ощущение, что у нас здесь живет семья в сороконожек. Обуви просто целый коврик был. Не знаю, как так смогли доставать. Сейчас убираю какую-то обувь, которую мы сейчас не носим. Пока что она нам не нужна. Храню вот в таких вот контейнерах. Очень неудобные. Это коробки из Икеа. И в одну коробку влезает очень много пар обуви. Особенно детской. У меня на двоих детей всего лишь одна коробка. Обуви у них, конечно, немало. Но за счет того, что размер ноги небольшой, такой коробки хватает на двоих детей. Очень удобная система хранения. Убрала я всю обувь, разобрела комод. Тоже та еще горячая точка. Когда приезжаем, откуда-то, всегда все раскладывается по этой горизонтальной поверхности. И замечаю, чем больше горизонтальных поверхностей, тем больше таких точек притяжения становится. Допустим, у нас в спальне комод тоже самое. Всегда что-то хочется на него положить. У Евы в комнате стеллаж. У Максимки также комод. Всегда что-то кладется. И потом все приходится разбирать. Протерла пыль на зеркале и сверху. И сейчас решила помыть пол. Мою пол пылесосом Bissell. У меня здесь специальная сменная насадка. Этой насадкой я мою только в прихожей. В остальной части квартиры я мою другой насадкой. Я так считаю, что более гигиенично получается. И добавляла немножко сегодня еще хлорки при мытье пола. И продолжая уборку. Пришла в ванную комнату после уборки в прихожей. Нанесла уже средства на саму ванну. Мою ее средством от HomeStar. Покупаю в фикс прайсе. Этим средством я уже пользуюсь, наверное, на протяжении лет трех. И менять не собираюсь. Очень оно мне нравится. Отлично справляется со своей задачей. И самое главное, что это средство подходит для акриловых ванн. И никоим образом не портит их. И также протираю зеркало, шкафчик над раковиной. Саму раковину тоже вымыла. Этим же средством от HomeStar. И продираю тумбочку под раковиной. Потому что детки тут чистят зубки. И иногда, конечно же, случаются такие моменты. То, что может быть там паста куда-то улететь в них. Или руками дотронуться. Не совсем чистыми. Поэтому тумбе тоже уделяю внимание. И сейчас уделяю внимание вот этой его зоне. Организовывали мы здесь с вами, наверное, месяца два назад. Хранение красивое. Покупала я полки белые. И баночки специальные для кондиционера, шампуня и геля для душа. Очень нам понравилась такая система. Отлично прижилась в нашей семье. И спрашивали, полки не ржавеют? Нет. Пользуемся уже на протяжении месяцев-двух. Даже, наверное, побольше. Все с ними отлично. Нигде ничего ржавчины нет. И очень красиво смотрится, когда заходишь в ванну. Всегда приятный вид. Потому что вечером, когда моемся, пользуемся мочалками. За ночь мочалочки высыхают. И потом сверху складываю их в корзинку из водного гиацинта. И спрашивали тогда в комментариях, то, что не будет ли эта корзинка разнукать. Потому что ванная комната, влажность, плюс, скорее всего, вода от тропического душа будут попадать на эту корзинку. У нас расстояние, в принципе, достаточно большое. От душа до полочки, где стоит эта корзинка. И туда вода никаким образом не попадает. А то, что находится во влажной среде, тоже ничего с ней не случилось. Потому что это водный гиацинт. В принципе, он предполагает то, что может стоять во влажном помещении. Поэтому система мне это очень понравилась. Повторяю, что отлично прижилась в нашей семье. Жалею, что раньше не придумала и не сделала вот такую вот систему. Я уже переместилась в туалет. Занимаюсь здесь уборкой. Всегда, когда начинаю уборку в туалете, первым, что делаю, это заливаю инсталляцию хлоркой. И пока буду делать уборку, средство отлично справится со своей задачей и поработает. Обязательно уделяю внимание зеркалам на дверках. Потому что на них скапливается достаточное количество пыли. Плюс разбираю здесь стирку, загружаю. Тоже какая-то бельевая пыль на них оседает. Поэтому мою их со средством для стекол и зеркал. Конечно же, протираю стиральную машинку, полочку над инсталляцией. И сейчас хочу показать новую систему хранения в шкафу, которую мы с Ваней недавно сделали. Закончила я с уборкой в туалете. И давайте покажу, что с Ваней сделали. Появилась у нас новая система хранения. Вот здесь вот в шкафу со стеклянными дверками. Процесс этот не снимали, потому что места здесь немного и не очень удобно снимать. Значит, сделали что? Здесь раньше были две полки. Я Ване предложила, давай мы их снимем. И сюда можно будет организовать всю технику, которая у нас хранится по всей квартире. То есть, различные помощники для уборки. Вот такой вот пылесос вертикальный для сухой уборки. Мой бисол пылесос старенький, наверное, уже получается. Ему лет пять. Затем пылесос вот такой, тоже три в одном. Часто им пользуюсь, очень нравится. И также еще здесь пока что лежит швабра. Положила ее сюда, но увезем ее на стройку. Дома она не нужна, здесь ей не пользуемся. И очень классно, что вот на таком небольшом пространстве уместилось столько техники. Я довольна. Все за закрытыми дверками. Нигде эти пылесосы теперь не стоят по всей квартире. Все находится в одном месте. Также, когда пользуемся пылесосами, потом я все чищу, мою, ставлю сюда. Здесь есть батареи. Очень быстро все высыхают. Различные губки, насадки. Валики. И сама система, которая встроена в пылесосы. Очень удобно. Сюда еще вот такую повесили корзинку из Икеи. Я предложила. Я говорю, давай сюда повесим. Здесь будет запасы туалетной бумаги. Сейчас положу их сюда. Вывели удлинитель. Розетки есть. Все заряжается за дверками. И вот здесь тоже выведена с верхней полки зарядка от ручного пылесоса с лампой, которым я пылесошу всегда матрасы на матраснике и так далее. И сверху еще тоже есть две полки. На них хочу организовать в будущем хранение роботов-мойщиков окон и какой-то такой маленькой техники помощников для уборки. Допустим, парогенератор сюда поставить. Но пока что этого не делала. И вот так вот смотрится все с закрытыми дверками. Очень мне нравится. Все закрыто. Не видно, что там стоит бытовая техника заряжается. И все компактно в одном месте организовано. Очень довольна новой системой хранения. Получила заказ сезон. Давайте покажу мои покупки. Во-первых, заказала кондиционер для белья. У меня практически закончился. И заказываю в этот раз опять Синергетик. Очень мне нравится этот кондиционер. Отлично справляется со своей задачей. И придает белью приятный аромат. И, конечно же, смягчает тоже белье очень хорошо. И после него белье тоже очень здорово гладится. Значит, выбрала в этот раз точно такой же повторила в розовой бутылке. Очень мне понравился приятный аромат. Здесь его хватает вот такой бутылочки на 33 стирки. Здесь по объему 1 литр. Здесь арома магия аромат. А второе заказала с ароматом лавандовое поле. Также его 1 литр и 33 стирки. Этот еще не пробовала. Потом поделюсь с вами, понравился ли мне этот аромат или нет. Но вот этот розовый мне очень нравится. Очень приятный аромат. Следующее, что заказала, это чаи для дома. Выбрала вот такой вот Ахмат Ти. Часто его заказываю, показываю вам. У меня есть три вида такого чая. И вот сейчас еще заказала чай с ароматом клубники со сливками. Это черный чай. И выбрала еще черный чай с чабрецом. Очень мне нравятся. Очень вкусные. И еще заказала такие чаи, которые идут, так сказать, выходного дня. Допустим, приходят или гости такой чай заварить. Очень здорово будет на стол подать. Или вот мы с вами собираемся, когда фильм смотреть, тоже хочется какой-то заварить вкусный чай. И с вкусняшками его выпить. Выбрала вот такую вот фирму Контанта. Я выбирала по отзывам. Очень хорошие были отзывы. Значит, заказала чай Дикие ягоды. Это черный чай. Здесь идет купаж на основе цилонского, индийского и китайского черного чая с добавлением клубники, ежевики, малины и бузины. Дальше заказала. Это у нас идет зеленый чай. Здесь уже идет апельсин и цветки розы. И еще выбрала, это у нас получается купаж черного чая, яблока, цукатов, ананаса, кокосовых чипсов, маршмеллоу, кусочков ванили и орехового сахара. Так что буду пробовать и потом поделюсь с вами, как мне понравился этот чай или нет. Но отзывы были просто хорошие на него. И еще заказала вот такой вот чай, вязанный зеленый листовой чай с клевером. Очень он мне нравится. Красиво распускается в чайнике. Нужно одну штучку, одну капсулу положить в чайник, в кипяток. И спустя 5-7 минут цветочек этот распустится и будет очень красиво и, конечно же, вкусно. Тоже, когда приходят гости, здорово заварить такой вот чай у гостей-негостей. Или когда вот, допустим, мы с вами вечером собираемся, также фильм смотрим, заварить такой чай и отдохнуть, хорошо провести время. Затем выбрала кубики манго. Я их уже распечатала, попробовала. Очень вкусно и детям также распечатывала. Тоже они им очень понравились. Так, брать с собой на перекус или в дорогу чай попить тоже здорово. Заказала шиповник. У меня шиповник весь закончился. Я очень люблю чай с шиповником. И практически каждый день завариваю именно чай с шиповником. Здесь 500 грамм. Цена была очень приятная, поэтому решила заказать. Еще заказала вот такую кондитерскую посыпку. Здесь она очень красивая, разноцветная. Дети любят, когда я что-то готовлю и сверху посыпаю вот такой вот кондитерской посыпкой. И себе заказала еще вот такие вот кроссовки в сером цвете. Размер выбрала 38. Длина моей стопы 24,5 см. Отлично они подошли. Очень мягкие. Классно на ноги сидят. И мне нравится, что такие кроссовки, они, как бы сказать, дышат. Вот нога в них не потеет. И давайте ссылки все оставлю внизу под видео. Может быть кому-то что-то пригодится. Перейдете, посмотрите. Ездили на участок. Приехали сейчас домой. Еще заезжали по пути в магазин. Купили банки. В этом году решила, что буду заготовки на зиму делать в двухлитровых банках. Потому что трехлитровая банка для нас это очень много. Не съедаем мы ее долго. Да и в холодильнике мне не нравится, когда такая большая банка стоит. И она настолько влезает на единственную полку в холодильнике. А двухлитровая баночка как раз подойдет для хранения на любой полке. И лучше чаще открывать и кушать свежие огурчики. Я считаю, чем будет трехлитровая банка. Там у нас стоять несколько недель, а может быть и месяц. Собрали свои огурчики на участке. И какую-то часть оставляю, чтобы скушать свежими салатиками. Дети также просто бегают, их таскают. И другую часть буду сейчас ставить на засолку. Стараюсь сделать небольшими порциями. На самом деле это очень удобно. Не нужно там закатывать сразу же 20 банок. И по 2-3 баночки. Отлично. Можно делать за раз. И постепенно, пока сейчас огурчики растут, до конца сентября закатается большое количество огурцов. И особо будет незаметно то, что тратилось какое-то время на заготовки. Потому что то, чтобы поставить там 2 баночки на засолку, нужно вообще немного времени. Показала, как стерилизую банки. Мне очень нравится такой способ. Пользуюсь им уже много лет на пароварке. И, кстати, отлично то, что банки 2-х литровые, сразу же влезают 2 банки. А если брать 3-х литровые, то вторая банка не влезает. Огурцы я тщательно промыла и замачиваю их на 2 часа. Тем временем подготавливаю банки. Сейчас они у меня быстренько простерилизуются за 15 минут. И буду ждать своего часа. И делаю соляной раствор. На 10 литров воды нужен 1 литр каменной соли. Я делаю половину, то есть на 5 литров пол-литра каменной соли. Обязательно берите только каменную соль. И пока огурцы у меня на 2 часа замочены, как раз постепенно соль за это время растворится в воде. И воду, конечно же, берите не из-под крана, не хлорированную. Или покупную. Мы привозили свою с участка из скважины. В том году я делала с покупной водой. Я делаю все параллельно. Как раз пока у меня сейчас были замочены свежие огурцы, У меня прошло 3 суток с того момента, как у меня засаливались предыдущие банки. С них сливаю рассол и ставим на воду кипятиться. Доводим до кипячения. Также поставила в ковшечке кипятиться крышки. Чищу чеснок. И подготавливаю зонтики укропа. Я солю по классическому рецепту. Это зонтики укропа и чеснок. Конечно же, много вариантов, как можно засолить огурцы. И добавляют и листья дуба, и смородины, и хрен, и так далее. Но вот мы для себя выделили, что нам всех больше нравятся зонтики укропа и чеснок. Как раз пока у меня рассол закипает от предыдущей партии, Я быстренько в банке разложила зонтики укропа, почистила и порезала чесночок. И у меня уже прошло 2 часа, как были замочены огурцы. Сейчас их раскладываю по банкам. Стараемся как можно плотнее их запихать в банку, чтобы было очень-очень плотно. То же самое проделываю с второй банкой. И перед тем, как ставить огурцы замачиваться, Из-за того, что у меня банок немного на засолку идет сразу же, Я огурцы закладываю в баночки, смотрю, сколько мне нужно. И потом уже конкретный объем, который нужен для банки, Я замачиваю в одном тазике, а для второй в другом тазике. Так получается очень удобно. Нет лишних огурцов, которые были замочены. Потому что потом их есть в салате, или так, на мой взгляд, не очень вкусно. Берем раствор, который мы с вами ранее делали, Заливаем огурчики и сверху накрываю вот таким способом крышки. Оставляем на трое суток и потом будем делать то же самое, Как сейчас делаю с предыдущими огурцами. Сливаем с них рассол, ставим его кипятиться. Когда рассол закипел, беру, вставляю ложку в банку и заливаю сверху рассола. И я купила банки, посмотрела, не закатывающиеся, а закручивающиеся. Хорошо, что купила немного штук, всего лишь 6. Поэтому будем их есть в первую очередь. Остальные банки буду покупать все закатывающиеся. Если боитесь по новому рецепту закрывать в этом году все банки, Сделайте хотя бы несколько, попробуйте, проэкспериментируйте, А на следующий год уже поймете, понравился вам рецепт или нет. Но огурцы реально получаются очень вкусными, Как вот бочковые, которыми бабушки торгуют на рынках. И такие огурцы отлично у меня хранятся. У мужа в кабинете на присоединенной лоджии у нас ни кессонов, ни погребов нет. И вот в квартире прекрасно эти банки стоят и не взрываются при комнатной температуре. На этом я сегодняшнее видео буду заканчивать. Хочу сказать огромнейшее спасибо, что посмотрели его до конца, Что провели время в моей компании. Если вам понравилось и будет не сложно, поддержите, пожалуйста, меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, впереди будет много всего интересного. А я вам желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения, теплого лета И, конечно же, вкусных заготовок на зиму. А мы уже увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч, пока!